Здравствуйте! В эфире программа «Юридический ликбез» в студии ведущий Сергей Смирнов. Сегодня мы рассмотрим все ваши вопросы, которые к нам поступали и на которые мы не могли ответить, но сегодня мы обязательно все рассмотрим. Поможет нам ответить на все вопросы от любимых зрителей замечательный специалист, человек, юрист широкого профиля, в первую очередь юрист автомобильный Шевалдин Николай. Николай, приветствую тебя! Спасибо, что посетил нас в очередной раз, чтобы донести и до меня, и до зрителей все те знания, которые у тебя есть. Вопросов очень много, так что готовься. Сначала мы посмотрим видео-вопрос от нашего зрителя. Валентин через несколько часов уезжает в отпуск. Дел еще очень много, и на оплату штрафов совсем не остается времени. У меня есть неоплаченные штрафы. Могут ли меня из-за этого не выпустить за границу? А вот так вот, ответь. Могут его за границу не выпустить? В случае, если есть вступившее в силу решение суда, и если возбуждено исполнительное производство, то в этом случае могут не пустить за границу. В случае, если судебными приставами наложено соответствующее ограничение. То есть, получается, все эти рассказки, когда я не заплатил штраф, я сейчас полечу, у приставов ничего нет, информации никакой нет. То есть, просто так, без постановления приставов никаких проблем не будет. Ограничение на выезд за рубеж может наложить только судебный пристав исполнитель. Ну так, друзья. Так что, перед тем, как поехать, нужно в обязательном порядке, наверное, чтобы успокоить свою душу, посетить отдел судебных приставов по месту жительства и выяснить, собственно говоря, есть ли какой-то должок. Да, или можно посмотреть через интернет, сегодня технология это позволяет. И это можно посмотреть в интернете? Да, совершенно верно. Ребята, ну замечательно. В интернете можно посмотреть все, что угодно. И даже неоплаченные штрафы. Так, начнем с того, что человек только собирается стать автовладельцем, водителем. Поэтому общий вопрос, да, как вообще стать водителем, как получить права. Что для этого нужно? Для этого необходимо обратиться в экзаменационное подразделение ГАИ по месту своего жительства. Предоставить паспорт с подтверждением о регистрации по месту жительства, медицинскую справку установленной форме, документ, подтверждающий прохождение соответствующего обучения. Это необязательный документ, можно обучение пройти самостоятельно. А на любые категории можно самостоятельно учиться? На категорию А и на категорию Б. То есть, если речь идет о грузовиках, то будь любезен... Обязательно необходимо проходить обучение. Оплатить квитанцию и предоставить фотографию в случае, если в этом подразделении ГАИ в автоматическом режиме не изготавливают водительское удостоверение. Ну и, соответственно, должно быть как минимум 18 лет. Да, для категории А и Б нужно, чтобы было 18 лет. А на категорию А тоже 18 лет или... На категорию А с 16 лет допускается. Я же помню, у нас когда в школе учили, у нас было автодело, и поэтому мы... Ой, дай бог памяти, это, наверное, 9-10, по-новому это 10-11 класс, у нас было автодело. И по окончании школы, к сожалению, я тогда не получил водительское удостоверение, потому что банально потерялось мое дело. А так можно было получить не только категорию А, Б, но еще и С. Там, правда, стояла отметка, что она действительно там с такого-то... по достижении такого-то возраста. Да. В такой ситуации сдавать экзамены можно и в 17 лет. А то есть можно, но там будет стоять отметочка, что ты... Да, совершенно верно. За роль можешь сесть только когда наступит совершеннолетие. Да. Так, наболевший вопрос, на самом деле, в связи с последними изменениями, когда, наконец-то, исключили из пункта правил требования предоставлять доверенность. Вот расскажи мне, потому что многие задают вопросы. Доверенность не нужна вообще или доверенность не нужна только на личный автомобиль? Доверенность исключили как документ, который обязательно необходимо предъявлять водителю, инспектору ГАИ. Хорошо. А если я езжу, ну, условно говоря, на грузовике, перевожу грузы, работаю водителем, в этой ситуации, что мне предъявлять вместо доверенности, если ее вообще не нужно предъявлять? В случае, если человек работает водителем, если на автомобиле осуществляются коммерческие, пассажирские или грузовые перевозки, в этом случае необходимо предъявлять путевой лист. Так что те водители, которые работают по найму и не просто так, необходимо иметь, то есть это перевозка грузов, пассажиров будет любезен предоставить путевой лист. Если у фирмы просто парк легковых автомобилей, используется как служебный, то здесь путевой лист, я так понимаю, не нужен. В случае, если не осуществляются коммерческие, пассажирские и грузовые перевозки, путевой лист не нужен. То есть если деньги за перевоз своего начальника компания не получает, то, собственно говоря, никаких путевых листов и не нужно? Нет. Если водитель возит своего начальника, это называется коммерческая пассажирская перевозка. В этом случае путевой лист нужен. Вот взял меня и разубедил. Я почему-то был 100% уверен, что только если, не знаю, я на маршрутном такси, не знаю, международние какие-то перевозки, вот тогда путевой лист. Ну, могу пример привести ситуации, в которой путевой лист не нужен. Например, автомобиль принадлежит юридическому лицу, продан по договору лизинга. На автомобиле ездит сотрудник юридического лица, но при этом этот автомобиль не используется в коммерческих целях для перевозки пассажиров или грузов. То есть сам себя этот человек может перевозить спокойно без какого-либо путевого листа. Если должностными обязанностями предусмотрено перевозить кого-либо или что-либо, то в этом случае... Но ведь про эти служебные обязанности можно не признаваться. И тогда, собственно говоря, сказать, ну, увожу я сам себя на таком замечательном автомобиле, никакого путевого листа у меня нет. Ну, и хотя, я думаю, наверное, сотрудники ГАИ не спрашивают в этой ситуации. Я думаю, что путевой лист требует там, да, только вот когда едет какой-то грузовик, там, автобус и прочее. Спрашивают достаточно часто, да. Необходимо ссылаться на устав автомобильного транспорта, которым, собственно, и был введен этот путевой лист. Хорошо. Опять же, такой вопрос, он злободневный. Это, хоть все у нас и не сознаются в том, что являются нарушителями, но скоростной режим так или иначе все нарушают. А сейчас столько камер, кстати, пока ездил по городу без вот этого детектора, да, радара так называемого. Никогда не думал, что столько видеокамер стоит по городу. Это ужас какой-то. Теперь постоянно смотрю на спидометр, дабы по почте не получить вот это вот письмо счастья. Приходит мне, как вариант все-таки, штраф постановления квитанция по почте. Но я уверен на 100%, что никакого скоростного режима я не нарушал. Вот как происходит обжалование в этой ситуации? Вот это постановление можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения этого постановления. либо вышестоящему должностному лицу, который вынесло постановление, либо в суд. Но смысл имеет обжаловать только в случае, если у вас есть железные доказательства. А что к железным доказательствам относится? Ведь, наверное, не пройдет просто прийти и сказать, да не нарушал я. Нет, достаточно часто бывают ошибки. Бывают так называемые машины-двойники и прочее. Приходит постановление, а человек с автомобилем в это время был совсем в другом месте, например, за границей. Это является железным доказательством, на основании которого постановление подлежит отмене. Понятно. Тогда, опять же, по поводу доказательств железных или нежелезных, такая практика сейчас распространена. Много торговых центров, забиты они стояночками различными, машин очень много. Периодически кто-то выезжает, может быть, не заметил, притер чуть-чуть бампер, а может быть, и не притер. А потом человек, который, может быть, хочет свести счеты, еще что-то, он вызывает ГАИ и говорит, вот такая машина меня притерла и скрылась в место аварии. Водителя вызывают и говорят, приезжай обязательно в ГАИ с автомобилем, с правами, так как ты скрылся с места ДТП и тебе грозит жестокое наказание. В этой ситуации, во-первых, вопрос, стоит ли приезжать на автомобиле и с правами, или можно прийти на всякий случай пешком и с паспортом, дабы не лишиться водительского удостоверения. И второе, как доказать, что этого не было? Я думаю, что если водитель уверен в своей невиновности и уверен в своей непричастности к ДТП, то имеет смысл все-таки явиться, показать автомобиль, чтобы сотрудники ГАИ убедились, что на автомобиле отсутствуют какие-то повреждения или следы, допустим, какого-то свежего ремонта, в этом случае никаких проблем у водителя не будет. Если он не будет являться в ГАИ, то автомобиль легко могут объявить в розыск и на ближайшем посту остановят и припроводят ближайшее отделение ОВД. Конвои им приведут туда же, куда, собственно говоря, мог прийти сам добровольно. Совершенно верно. Давай мы посмотрим еще один видео вопрос от нашего зрителя. Андрей недавно обнаружил неоплаченный штраф, выписанный около года назад. Оплатить или сэкономить? Через какое время сгорят неоплачиванные штрафы? А вот через сколько они сгорают? Наверное, перефразюры, а какой срок давности по вынесенному постановлению? Постановление о наложении административного штрафа не подлежит исполнению по истечении двух лет с момента вступления в законную силу такого постановления. Слушай, а раньше ведь был один год, это увеличили из-за того, что... Раньше был один год. Сейчас два года. Просто люди не платят. Видимо, скоро внесут изменения, что пожизненно. Так что такому водителю либо еще год бояться искрываться, либо все-таки оплатить штраф. Ну да, если уж нарушил, будь любезен, заплати и спи спокойно, так же, как и налоги. Двигался вопрос опять же. По дороге внезапно почувствовал удар. Оказалось, была выбоина. Но это, к сожалению, у нас сплошь и рядом, когда дороги в таком состоянии, особенно после зимы, да хотя и зимой, а сейчас так особенно, вызываем, естественно, ГАИ, потому что это дорожно-транспортное происшествие. И дальше, вот, может быть, расскажешь, на что обратить внимание при оформлении сотрудникам ДПС этого происшествия и кому в дальнейшем предъявлять требования, если машина, например, не застрахована. В первую очередь, обязательно нужно, чтобы сотрудники ГАИ зафиксировали эту яму. Мало того, необходимо, чтобы они эту яму измерили, поскольку можно получить какую-либо компенсацию только в случае, если размеры ямы не соответствуют ГОСТу. Это не совсем, конечно, нормальная ситуация, чтобы вообще хоть какая-то яма соответствовала ГОСТу. Мне кажется, у нас это нормальная ситуация. Тем не менее, в нашей стране существует определенный ГОСТ, который регламентирует размеры ямы. Яма не должна превышать размеров. Вообще-то замечательно. Есть ГОСТ, который регламентирует размер ямы. Ну, ребята, ну не должно быть на дорогах ям. К сожалению, ситуация на сегодняшний день именно такова. Так вот, размер этой ямы должен превышать в длину 15 сантиметров, в ширину 60, в глубину 5. В случае, если эти размеры превышены, то можно привлечь к ответственности соответствующей дорожной службы. Ну, наверное, еще стоит обратить внимание инспектора, да, не только на саму яму, но и на, что называется, на обстановку, отсутствие знаков. Конечно. Если какие-то ограждения, предупреждающие о наличии этой ямы, да, безусловно. А в практике, скажи, были у тебя случаи вообще, когда удавалось защитить автовладельца, да, и взыскать реальные деньги с дорожников? Да. В случае, действительно, если ямы не огорожены, необходимо добиться, чтобы сотрудники ГАИ, в первую очередь, привлекли к административной ответственности дорожной службы за ненадлежащее содержание дороги. Ну, мне кажется, они же между собой вот как-то постоянно контактируют. Как правило, сотрудники ГАИ обвиняют во всем водителя. В том, что водитель... Это самый замечательный пункт 10.1. Да. Не соблюдал безопасный скоростной режим, и поэтому попал в яму. Это неправильно, потому что водитель, если нет каких-то предупреждающих знаков, не должен рассчитывать на то, что на дороге может быть яма. Не, ну как не может быть? Она даже в гости прописана. Вот. Поэтому, если будут выноситься в отношении водителя такое постановление, необходимо его обжаловать. А если сотрудники ГАИ не вынесли постановление в части водителя, то есть он не виноват, но и не вынесли постановление в отношении дорожных служб? Ну, то есть, да, может быть вынесено определение об отказе, возбуждении дела об административном правонарушении. Не знаем, кто виноват, например, как вариант, да? Такое бывает, что дело просто закрывают. И как быть потом? Идти в суд и доказывать, кто прав, кто не прав? Ну, в первую очередь, да, нужно попытаться обжаловать такое вынесенное определение и добиться привлечения к ответственности дорожных служб. Обжаловать можно вплоть до суда. В случае, если сотрудники ГАИ откажутся привлекать, то наверняка суд привлечет. Ну, в суде, наверное, все-таки больше шансов, потому как в ГАИ ведь, даже там вот я, насколько помню, приходишь и разговариваешь как со стенкой. То есть для сотрудников ГАИ какие-то там процессуальные вопросы и доказательства. Ну, далеко не всегда. Не всегда? Видимо, что-то изменилось. Ладно. Право сознания растет на нашей стране. Опять же, да, были изменения. Человек приобрел автомобиль и решил поменять двигатель. Как это происходит? Что для этого нужно? И нужно ли вносить какие-то изменения в документы? На сегодняшний день в свидетельстве о регистрации транспортного средства данные о номере двигателя не вносятся. Однако такие данные все-таки вносятся в единую информационную систему. Соответственно, если человек меняет двигатель, необходимо обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для совершения соответствующих регистрационных действий, чтобы новый номер двигателя был внесен в эту информационную систему. Свидетельство о регистрации у него останется то же самое. То есть там никаких изменений нет, не будет. Мне это чем-то напоминает, опять же, пресловутый этот госпрояма. Вроде их быть не должно, но минимальные размеры прописаны, так же и двигатель вроде нигде не вносится. Это вполне разумное требование, потому что в зависимости, например, от мощности двигателя зависит, например, таможенная стоимость. И налог транспортный. И поэтому, когда в Российскую Федерацию ввозится иностранный автомобиль, вот в эту информационную систему вносятся данные о двигателе этого автомобиля. То есть он ввозится с двигателем объемом 1,2, потом меняется на двухлитровый, налоги не платятся, и таможенные платежи не вносятся. Так, купил в автосалоне новый автомобиль, оказалось в дальнейшем, что он не такой уж и новый. У него были перекрашены, как оказалось, там, например, капот, дверь и прочее. Но продали его как новый, никакой информации при этом не предоставили. Потребитель чего может в этой ситуации сделать? Кому предъявлять претензии и какие? Обратиться к продавцу, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены ввиду того, что был продан товар ненадлежащего качества. Ну, то есть фактически автомобиль немножечко БУ. Ну, можно и так сказать. Ну, я слышал, такие ситуации случаются, когда перевозят на автовозах машины и не очень аккуратно их там, собственно говоря, спускают, и какие-то повреждения, их тут же перекрашивают и все-таки выставляют на продажу. Да, хочу вот только обратить внимание, что в данном случае бремя доказывания лежит на продавце, а не на потребителе, на водителе. То есть вот такой отказ, ты сам тут все уже разбил, перекрасил, он не пройдет? Нет, такой отказ, конечно, не пройдет, но в этом случае ничего не остается, как обращаться в суд. И в суде уже продавцу придется доказывать. Когда ты получаешь автомобиль, там же акт приема-передачи, где ничего про это не сказано, вроде ты взял новый автомобиль, а потом, не знаю, не вписался в поворот или в гараж, помял его, покрасил, а теперь пытаешься все свалить на продавца. Ну, если продавец сможет доказать то, о чем вы сейчас сказали, то, да, скорее всего, он уйдет от ответственности. А ведь докажет, наверное, да? Ну, тут несложно сказать. Хорошо. На новом автомобиле треснуло лобовое стекло. Никаких посторонних воздействий не было, то есть это не камень, там, ничего, просто треснуло. Вот в этой ситуации можно вообще рассчитывать на гарантийный ремонт? И вообще на что рассчитывать? Рассчитывать можно. Ситуация приблизительно такая же, как с предыдущим вопросом. Необходимо обратиться с претензией. И в случае, если возникает спор о причинах возникновения недостатка товара в соответствии с законом о защите прав потребителей, продавец обязан за свой счет назначить экспертизу товара. Потребитель вправе поставить соответствующие вопросы, присутствовать при проведении экспертизы. И в случае, если эксперты установят, что стекло треснуло в связи с каким-то заводским дефектом, стекло должны будут поменять. Если, напротив, экспертиза установит, что стекло попало к камень и поэтому оно разбилось, то в этом случае, во-первых, потребителю придется понести расходы по проведению всех экспертиз. И, кроме этого, он за свой счет будет ремонтировать. То есть здесь нужно, что называется, сто раз подумать? Конечно. Прежде чем предъявлять такое требование. А если экспертиза установит, что стекло треснуло из-за заводского брака, пусть там фантазируя какой-то перекос кузова, ведь поменяв стекло, не устранив вот этот перекос, оно опять лопнет. Вот в этой ситуации, или там треснет, в этой ситуации можно требовать замены автомобиля? Ведь получается, что какое стекло не ставь, оно все равно будет трескаться. Замены автомобиля можно потребовать только в случае, если экспертизой будет установлена, что недостаток товара является существенным. Вот расскажи, потому что очень много вопросов от зрителей поступает, в том числе и на форум. В каких случаях наличие какого-то недостатка является существенным? Потому что многие считают, ну вот у меня, не знаю, там, лампочка не горит, одна лампочка, вторая не горит, я ее поменял, она опять не горит. Ну, какие-то вопросы такие мелочные, казалось бы. Ну, существует два понятия. Это недостаток товара и существенный недостаток товара. Так вот, автомобиль можно поменять только в случае наличия существенного недостатка товара. Это недостаток, который проявляется неоднократно в течение гарантийного срока, либо недостаток, устранение которого требует несоразмерного затрат сил и времени. Соответственно, ну, я думаю, что устранение перекоса кузова может быть все-таки существенным недостатком. И в этом случае потребитель вправе потребовать замены товара. Хорошо, мы посмотрим еще один видео вопрос от нашего зрителя. Сергей задумывается о покупке нового автомобиля. И, конечно, хочет избежать лишней волокиты. Продавец говорит, что можно продавать машину с номерами. Нужно ли ее потом снимать с учета после покупки? Ну вот, пожалуйста, действительно, многих интересует, нужно снимать с учета, не нужно снимать с учета? Регистрационных знаков не хватает? Вот что происходит? Покупатель может и должен обратиться в подразделение ГАИ по своему месту жительства с заявлением о регистрации транспортного средства. В этом случае автомобиль перерегистрирует на него. Регистрация за продавцом, то есть за бывшим собственником, автоматически будет аннулирована. А если сделка совершена в одном субъекте федерации, то новый собственник, кроме всего прочего, может оставить эти номера, которые стоят на автомобиле. А вдогонку, что называется, вопрос. Вот я продаю автомобиль, но номер у меня настолько красивый, у нас там какие-то буквенные циферки такие вот замечательные, но не хочу я с ним расставаться. Я могу его себе оставить, снять его с учета, но номер оставить себе, чтобы купив другой автомобиль, опять же, вот этот вот, не знаю, там, три шестерки, три семерки. Да, совершенно верно, можете. А как это происходит? И сколько по времени он будет моим до покупки? Для этого необходимо написать в ГАИ соответствующее заявление при снятии автомобиля с учета, и в течение месяца купить другой автомобиль, и в этом случае вы сможете поставить туда свои старые красивые номера. Ох, хорошо как. Сейчас мы перейдем к вопросам, которые касаются ОСАГО. Действительно, вопросов очень много. Самый главный вопрос, почему страховые компании выплачивают деньги, которых реально не хватает на ремонт по ОСАГО? Вот в общих чертах, как бы, твоя практика юридическая, судебная? Потому что по закону об обязательном страховании гражданской ответственности выплата осуществляется а. с учетом износа транспортного средства и б. по среднерыночным ценам. Соответственно, у автомобиля всегда имеется хоть какой-либо износ, поэтому выплаты практически в 100% случаев на ремонт не хватит. Ну, смотри, даже такой вариант, да, я обращаюсь в страховую компанию по ОСАГО, осматривает эксперты автомобиль, рассчитывает стоимость ремонта, пусть это будет, там, 30 тысяч с учетом износа. Я понимаю, что за эти 30 тысяч я автомобиль не отремонтирую. Ну, пусть даже мне там нужно будет доплатить, учитывая этот износ. Не согласившись с этой суммой, я обращаюсь к реально независимому эксперту, потому что, как показывает практика, эксперты, да, работающие с страховыми компаниями, они не всегда независимы. Ну, это так думают наши зрители, между прочим. И независимый эксперт с тем же учетом износа рассчитывает это в 80 тысяч. Почему такая разница? Мы идем в суд, суд назначает третью экспертизу. Судебный эксперт назначает не 30, не 80, а 60. И все вроде имеют специальное техническое образование, все пользуются какими-то методиками. Кстати, единое правило, единая методика расчета экспертами, она вообще у нас существует или нет? Нет, методик великое множество, разные эксперты руководствуются разными методиками. Той, которая ближе к душе и сердцу. Поэтому, да, эксперты страховых компаний действительно считают, как правило, немного. И напротив, частные эксперты, к которым обращается человек, Считают больше, чем нужно? Могут насчитать, да, больше, чем нужно. Так, с ОСАГО у нас еще есть вопросы. Ну, собственно говоря, они у меня есть, хотел бы тебе их задать. Значит, первое, смотри, такая ситуация. Я обращаюсь, как потерпевший, обращаюсь в страховую компанию виновника. Да, по ОСАГО. Они осматривают мой автомобиль. По правилам проведения экспертизы, эксперт должен не только определить размер ущерба, но и установить, откуда эти все повреждения появились. И тут у него возникают сомнения. А все ли эти повреждения были получены в результате взаимодействия конкретных транспортных средств? И говорит мне, а мы пока тебе платить не будем, нам нужно посмотреть автомобиль страхователя. Ссылаясь на правила страхования, действительно предусмотрено? Да, законом ОСАГО предусмотрена обязанность страхователя при необходимости предоставить на осмотр свой автомобиль. А если он не предоставляет? А эксперт не может определить? В этом случае, да, страховая компания вправе отказать в выплате страхового возмещения. И пострадавшему ничего не остается, как обращаться с иском в суд и на виновника, и на страховую компанию. Да, хотели как лучше. Получилось, как всегда. Кстати, разговаривал с экспертом, работающим в Германии, наш бывший соотечественник, который туда уже давно эмигрировал. Он работает как раз в части немецкой ОСАГО. Так, там ситуация происходит в части аналогичная нашей, но за небольшим исключением они мне очень понравились. Первое. Значит, у них нет так называемой группы разбора. То есть, дорожная полиция просто фиксирует, что произошло. Каждому выдает дорожный этот протокол, где просто указаны какие машины. Если кто-то из водителей не отрицает, что он нарушил правила дорожного движения, он тут же оплачивает штраф, и это фиксируется в протоколе. Дальше то же самое происходит. Мы обращаемся к эксперту. Эксперт рассчитывает ущерб и дальше направляет в страховую компанию. Но эксперт, вот почему у нас такого нет, я не понимаю. Например, ремонт автомобиля будет длиться две недели. Эксперт их рассчитал. Он определяет класс автомобиля, и за счет страховой компании виновника я могу на эти деньги взять в прокат автомобиль. И на время ремонта спокойно ездить. А у нас же получается, да, страховая выплата по закону 30 дней? Да. А в случае, не знаю, обжалования, еще чего-то, несогласия, пока мы идем в суд, машина стоит разбитая, и человек пользоваться автомобилем не может. Как ты думаешь, у нас вообще возможно вот такая идиллия, как в Германии? Ну, в случае... Или возможно только, когда стоимость полиса будет такая же, как у них, она, кстати, составляет где-то тысячу евро в год. Да, законодательная инициатива, если в закон об обязательном страховании такие поправки будут внесены, почему нет? Но в этом случае действительно стоимость полиса значительно вырастет. Ну, у нас, к сожалению, еще, мне кажется, знаешь, какая проблема? Это не совсем правильная или, может быть, не отработанная до конца вот эта система бонус-маус. И страхователи не предоставляют машины на осмотр, да, не выполняют свою обязанность. Понимая, что им по большому счету это ничем не грозит. Ну, придут в суд, 120 тысяч хватит, страховая компания в любом случае заплатит. Так они считают. И попав в аварию, став виновником, повышающий коэффициент может быть есть, но он не такой большой. Вот в Германии, например, если ты безаварийно ездишь на автомобиле, ты можешь платить вместо тысячи через какое-то время там 300 евро. А если ты попадаешь в аварию, то это будет уже не тысяча, а там, не знаю, пусть будет там 2-3 тысячи евро. И это подстегивает водителей и выполнять обязанности, да, и на дорогах себя вести более спокойно и не агрессивно. Мне кажется, вот у нас, когда это введут, более жесткое такое регулирование в части оплаты следующих полисов ОСАГО, наверное, водители все-таки как-то по-другому будут действовать. Ну, вполне возможно. К этому все идет. На сегодняшний день вот эта информация, бонус-маус, это так называемый присваиваемый класс. Он вводится в единую информационную систему, которую контролирует РСА. Она, кстати, если мне память не изменяет, она совсем недавно заработала, да? Да, совсем недавно. С января. Соответственно, человек, который приходит в страховую компанию, уже не обязан предоставлять справки о безубыточности в предыдущей страховой компании. Страховщик просто смотрит в информационной системе, какой класс был присвоен в предыдущий период, смотрит, были ли какие-то убытки, и присваивает соответствующий класс. Я, кстати, слышал от представителей страховых компаний, что эта система долго-долго-долго готовилась, но работает пока не так, как хотелось бы. И очень часто приходят водители, они не понимают вообще, в базе этой информации нету. И у него, может быть, там уже нужно с него брать, что называется, тройной тариф, а он проходит как либо начинающий, либо как... Ошибки возможны, да. Я полагаю, что ошибки допускаются при внесении в эту систему информации страховщиками. Самими страховыми компаниями. Совершенно верно. То есть они криво вносят, а потом сами на себя еще и ругаются. Так, возвращаясь, собственно говоря, к вопросам от зрителей, поступающих к нам на наш замечательный монитор, давай посмотрим еще один видео-вопрос и продолжим. Александр привык ездить на чистом автомобиле. Вот только на этот раз мойка оказалась очень накладной. На автоматической мойке повредили краску. Кому передъявить требования о понесенных затратах на ремонт? Вопрос, кстати, злободневный, потому как даже сам периодически пользуюсь мойками автоматическими, и мне всегда страшно, вдруг сейчас что-нибудь заклинит в этом страшном аппарате, и вот как действовать, кому, потому что даже не понимаешь, вызывать кого-то, ГАИ, то есть вроде бы и не ДТП, хотя автомобиль вроде по ленте-то движется. Нет, это, конечно, не ДТП. Да, безусловно, в первую очередь обязательно необходимо зафиксировать факт повреждения автомобиля именно на мойке, а не где-то еще. В случае, если сотрудники мойки не отрицают факта... Да где же таких найти-то? ...причинения вреда, ну почему же? Такие могут найтись. В этом случае можно все оформить даже без полиции, составив соответствующий акт порчи имущества, который подписывает представитель мойки и подписывает пострадавший. После этого пострадавший оценивает ущерб, предъявляет его представителям мойки, они оплачивают. Если они отказываются фиксировать этот ущерб, имеет смысл вызвать полицию, которые должны зафиксировать... То есть речь идет не о сотрудниках ДПС, да? Нет, сотрудников ОВД, органов внутренних дел, да. А фиксировать, ну понятно, что скорее всего, да, в 99% работники мойки никогда ни за что не признаются, что это они вот тут накуролесили. Свидетелей как-то кого-то позвать, как-то на обычном листе бумаги, может быть, сфотографировать, если есть... Ну сейчас, наверное, у всех есть, да? Можно сфотографировать, конечно. Можно позвать свидетелей. Ну на самом деле все это задача, в случае, если будут вызваны сотрудники полиции, это их задача расследовать факт причинения материального ущерба. Кто это сделал, когда это сделал, в каком объеме это сделал. Ну, то есть не хотите добровольно, вызываем полицию, и здесь уже, как называется, по полной программе. Так, у нас, собственно говоря, майские праздники. Солнышко припекает, и хорошо сидеть в автомобиле, у котором и кондиционер есть, или климат-установка, но еще и стекла затонированные, чтобы и солнышко не пекло, и не видно было, чего творится в салоне. Останавливает инспектор и говорит, значит, стекла затонированные, сейчас я тебя накажу и поругаю. Вот по порядку, чего у нас сегодня происходит с разрешением или запретом по использованию тонировки, как это проверяется и чего нам за это грозит? На сегодняшний день любой инспектор ГАИ, прошедший соответствующее обучение, имеющий соответствующий сертифицированный прибор, имеет право провести замеры светопропускания стекол. А всех или каких-то стекол? Всех стекол, безусловно. И даже задние? Нет, ну задние стекла светопропускания не регламентированы, задние и задние боковые стекла. Ну то есть задние можно затонировать вообще как хочешь, получается, да? А боковые пассажирские водительские? Можно хоть смолой замазать при условии, что есть два боковых зеркала. Хорошо. Смолой? Не замазывайте смолой, потому что на улице у нас не так чисто. Более того, там и ямы предусмотрены, и ГОСТом. Страшно будет выглядеть автомобиль. Все чаще владельцы автомобилей используют видеорегистраторы. Это замечательное приспособление, которое позволяет доказывать свою невиновность и прочее, прочее. Вот скажи, какие-то особенности в этой ситуации, как об этом заявлять, что есть видеорегистратор, как это доказательство предъявлять, и вообще рассматривают ли в ГАИ и в суде показания прибора? Да, и в ГАИ, и в суде показания видеорегистраторов рассматривают, и суд наравне со всеми остальными доказательствами оценивает в том числе и данные доказательства. Естественно, при совершении ДТП желательно сразу же заявить сотрудникам ГАИ о том, что есть запись. Желательно, чтобы данные этой записи были приобщены к материалам дела. Как они приобщаются? Непосредственно, например, во время ДТП нужно эту карту вынимать? Это не регламентировано ничем. На практике расскажи. Можно на месте отдать сотрудникам ГАИ флешку. С этого видеорегистратора. А если там что-то такое записано, чего не хочется показывать? Можно впоследствии, обратившись в группу разбора, принести данные с этого видеорегистратора, записанные на отдельный компакт-диск, например, или еще куда-то. А можно использовать? Ведь есть некоторые видеорегистраторы, в которых встроен GPS-приемник, и он фиксирует не только маршрут, но и скорость. Вот как раз возвращаясь к тому вопросу по поводу фото-видеофиксации в автоматическом режиме. Когда присылают постановление квитанции, я знаю, что я ничего не нарушал, и на тот момент у меня еще сохранилась видеозапись. Вот ее можно использовать как доказательство, показав, что вот я ехал по такому участку? Как доказательство скорости нет, поскольку видеорегистратор не является сертифицированным прибором, и какую там он скорость показывать, кто это настраивал, совершенно непонятно. А камеры фото-видеофиксации – это все-таки сертифицированные приборы. Ну, мне кажется, это еще большой вопрос, потому как сейчас и в интернете можно посмотреть, там масса у автовладельцев вопросов к этим приборам видеофиксации, и по мнению многих, собственно говоря, уже пострадавших, там вопросы сертификации, они такие, весьма натянуты. Но это, как говорится, не доказано пока, и об этом можно говорить только как предположение. Ну, что достаточно сложно оспорить, это саму картинку, сам факт дорожно-транспортного происшествия, там, как ехал этот водитель. Да, это будет безусловным наказательством. А вот все остальное, я имею в виду скорость движения, да, там, данные… А, еще можно, если тебя обвиняют, например, в проезде на красный сигнал светофора. Здесь, мне кажется, без вопросов. Да, видеорегистратор, да, покажет. И опять же, да, там, не знаю, пешеходы переходят, когда говорят, что ты не пропускаешь пешехода, потому как есть же такие, вот он встанет на дороге, и не поймешь, что ли он пытается перейти, то ли не пытается, он просто стоит и отдыхает. Сотрудник ГАИ говорит, ну, все, ты не пропустил, показываешь запись видеорегистратора, хотя, опять же, ну, сложно все это. Вопрос, показка, время, к сожалению, подходит к концу. Смотри, значит, сейчас-то ситуация, происходит ДТП, машина застрахована, показка, направляют в сервис. А в сервисе говорят, кури пока бамбук, потому что у нас запчастей нет. По правилам страхования, там, 20 дней на выплату, соответственно, на ремонт. Кому предъявлять претензии? Вроде с сервисом никакого договора нет. К страховщику? Да, в данном случае претензия предъявляет страховщику. Страховщик может теоретически выдать направление на ремонт в другой сервис. Либо уже по договоренности, да, взять деньгами и уже искать самому. Так, ну, времени у нас, опять же, да, повторюсь, не так много. И еще вопрос, давай, знаешь, о чем, какие вообще, вот просто, чтобы подытожить, они все простые, да, какие документы у нас требуют сотрудники ГАИ при остановке транспортного средства? Документы на автомобиль, водительское удостоверение. Талон техосмотра у нас тоже исключен? Талон техосмотра исключен, доверенность исключена. И самое главное, необходимы еще полисы билетного страхования. А если полиса вообще нету, чего грозит? Поставят на штрафстоянку? Если полиса вообще нету, снимут номера. Так, а без номеров же ездить нельзя? Без номеров, совершенно верно, ездить нельзя. В течение суток с момента изъятия знаков водитель может передвигаться. Соответственно, за это время он должен будет застраховать свою гражданскую ответственность, обратиться к ГАИ и вернуть номера. Итак, друзья, время, к сожалению, пролетело быстро. Мы даже, наверное, не успели все вопросы рассмотреть. Но в любом случае программа наша не заканчивается. У нас в гостях был замечательный человек, еще раз повторюсь, юрист широкого профиля и в первую очередь специалист по автомобильным делам. Николай Шеволдин, давай, спасибо, что пришел. Ждем тебя в эфире. С вами был Сергей Смирнов. Это программа «Юридический ликбез». Встретимся с вами, как обычно, через неделю. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин